Реа-новости. Подкасты. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребёнок – это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда сдаю наивные и даже глупые вопросы. Я Настя, мама восьмилетнего Миши, журналист, коуч, основатель проекта информационно-психологической поддержки родителей «Фэмили-3». У меня появились за эти восемь лет некоторые ответы, но зато и новых вопросов насыпалось. Ещё в сентябре я прочитала новость про то, что в Липецке восемь городских школ отказались от оценок и от домашки. Решили поставить такой эксперимент. Да, и я так обрадовалась за этих людей, за этих учеников, потому что ни оценок, ни домашки — это же просто суперкруто. И вот интересно, что правильно с точки зрения образовательного процесса, с точки зрения психики? Всё-таки оценивать или просто давать какую-то обратную связь? Насколько устарела вот эта пятибальная система или, может быть, она ещё актуальна конкретно в наше время? Хотелось бы вот в этом во всём разобраться. У меня у сына оценок в школе нет, он во втором классе. И я могу сказать, что для меня лично оценки не были ничем хорошим, при том, что я училась хорошо, я была отличницей, школу закончила золотой медалью. Но я понимаю, что в какой-то момент я стала учиться ради оценок. Это прям был целый квест. Например, я решалась, что на этой неделе я хочу, чтобы у меня оценки пятёрки стояли... В рядочек? Обалдеть! А на следующей неделе, чтобы через клеточку. И это, конечно, было вообще не про образовательный процесс и вообще не про интерес к знанию как таковому. Вот эта история ещё про то, что двойка и тройка не оценки, и ты стремишься получить любой ценой, либо четыре, либо пять. И это тоже, наверное, не очень хорошо в целом для образовательного процесса. Почему же это не оценки три, например, или два? Кол, например, тоже оценки, да? А кол вообще про кол все забыли. Спросим у Григория Месёдина, клинического психолога и когнитивно-поведенческого психотерапевта, как на оценки смотрит наука. Привет! Привет! Всем привет! Будешь вещать от лица науки сегодня. Ну, от лица теоретической науки, исследовательских подходов к этому вопросу и практики. Да, вот ты как-то рассказывал, что работал заместителем руководителя психологической службы в школе. Да, даже целого образовательного комплекса. Да, целого образовательного комплекса. Расскажи, к тебе обращались с проблемами, связанными с оценками? Школьники, родители, может быть, учителя? С таким запросом приходили они к тебе? В школе, если возьмём такую среднестатистическую, не среднюю школу, а среднестатистическую школу, как такой образовательный комплекс, очень многие повёрнуты на оценках, потому что это же рейтинг школы, на каком месте она будет. Если она будет на рейтинге выше, то, возможно, у неё будет и финансирование больше, а это значит и примирование руководства выходит более объёмное и так далее, и так далее. И запрос на то, чтобы вот есть проблемы с классом, и надо, чтобы они как-то взялись за голову и учились, приходили, ну, не как заместитель, а как психолог. Я кроме такого заместителя ещё был обычным психологом. Дело в том, что тот момент, когда я работал ещё в школе, идея психологической поддержки в школе, на мой взгляд, так ещё и не развелась. Я с 11-го года работал в школе до, не помню, 14-го или 15-го года. И по большей части школа психолог как такая номинальная фигура, которая только приходит в случае крайних сложностей, говорят, вот здесь что-то произошло, ребёнок сбросил цветок в лестничный пролёт, сделайте с ним что-то. На голову директора! Я не буду говорить о том, что если бы, это всё опять к фильму Тарантино, но вот дело в том, что они говорят, знаете, вот вы работаете с ребёнком, похоже, вы не можете что-то сделать, вот опять он на перемене что-то сделал. В школе есть ожидание, что всё должно произойти немедленно, поход к психологу это вакцинация от проблем, что ребёнок перестанет быть сложным. А дети – это люди, а люди – это сложно. Это нам просто везёт, когда всё происходит очень плавно и хорошо. Возможно, мы так и не добрались до каких-то болезненных точек. Очень в школе любят тех, кто хорошо учится и много участвует в олимпиадах, и родители этих детей сами оплачивают репетиторов и готовятся к тому, чтобы повыше сдать какие-то тесты серии ИГА, ГИА, ОГЭ. В школе удобные ученики, которые не будут спорить, которые будут хорошими исполнителями. Мы говорим, опять же, про среднюю школу, я не говорю не про все школы. Примерные и прилежные. Примерные и прилежные. Но мы забываем о том, что учителя тоже люди, и это порой люди, которые работают больше того объёма, который был бы для них оптимальным. Они могли бы более интересно рассказывать про свой предмет, но если бы у них на это хватало сил, терпения и желания. Порой учителя тоже не в лучшей эмоциональной форме работают. И поэтому как оценки влияют на учеников, на родителей, на учеников, это в целом такой фактор влияния школы. Потому что здорово, когда школа может давать более объёмный комментарий к стараниям ученика. Но это в том числе про более индивидуализированный подход, потому что дать обратную связь с учётом понимания того, кто пишет эту работу. Возможно, сегодня, когда какой-нибудь Серёжа или какая-нибудь Настя написали работу чуть более аккуратно, но с тем же количеством ошибок, возможно, вот тут стоило посмотреть, на чём я хочу сделать акцент. На том, что ребёнок стал аккуратнее писать, или писать два, опять ошибки, родители в школу и так далее, и так далее. Ну, что-нибудь подобное, хотя родители в школу такими обычно не вызывают, но есть некоторая проблема с тем, чтобы понять ребёнка. Дети любят быть понятыми, но на это у многих взрослых не хватает времени. Вообще, мне бы хотелось обсудить более глобальную тему оценок с точки зрения эффективности этого инструмента для образовательного процесса. У нас образование… Ну, как бы, на самом деле, я понимаю, что мы немножечко начали с хвоста обсуждать историю, потому что сейчас так много вопросов к образованию в целом, что вопрос оценок капля в море. Ничего не решит особо, да. Да, но тем не менее, если мы говорим про влияние оценок на образовательный процесс, да, то насколько это полезная штука, и почему, например, в передовых школах от него отказываются и на Западе, и у нас, и что делать с этим инструментом семьям, родителям, ну и, наверное, самим детям. Идея оценки изначально могла бы упростить педагогические задачи, которые стоят перед школой, ребёнком, родителями. Понять, какой уровень знаний есть по тому или иному предмету. Но оценки перестали быть этим критерием в чистом виде, потому что с помощью оценок выделяются те, кто более лоялен или расположен, наказываются менее приятные и менее комфортные. И поэтому оценка потеряла уже часть своей просто измерительной функции. Но ещё оценка не отражает, сколько бы там баллов ни было, от нуля до ста, от нуля до десяти, от нуля до пяти, от нуля до пятнадцати. Она не отражает сути того, что мы развиваем. Если мы проходим какой-нибудь предмет, это литература, история, там есть отдельные блоки тем, например, там, история России до девятнадцатого века и какой-нибудь период правления какого-либо императора мы проходим. И тут весь вопрос в том, что мы хотим увидеть от ученика. Оценка — это за что? Ведь критерии оценки тоже, они достаточно размыты. Например, чтение стихотворения. Это как должно быть? Например, почитать стих Есенина, как мы можем услышать из грамм записи, как Есенин читал свои стихи, прокрикивая и с паузами. Или то, как хочет услышать учитель, или то, как это прочитал сам ученик. То есть оценка, она очень сильно субъектизирована. Она субъектизирована. И спорить с учителем сложно, потому что дети в неравной иерархичной такой системе подчинения находятся. То есть далеко не все учителя готовы допустить обсуждение и спор. Это часть образовательного процесса, потому что это усложняет работу. Я представила, тут иногда бывает при поступлении в ВУЗ, когда действительно на кону, условно говоря, будущее ребёнка с апелляциями бывает сложно. Я представила, если можно было бы апеллировать по поводу каждой оценки в школе, в начале. Да, это ведь как раз про то, что сам критерий оценки, он очень неоднозначный и очень часто можем столкнуться с эффектом выученной беспомощности. Это тот эффект, открытый Мартином Селигманом по поводу того, что при ряде неудач мы получаем отсутствие мотивации. Потому что... А зачем стараться, когда всё равно плохо? Да, всё равно два поставят. Всё равно два. Вот эта картина, опять двойка. А мы в этой картине можем увидеть, как дополнительно подчёркивается значимость такого стыда, что это прямо вот плохо, то, что была двойка. Мы не понимаем истории этой двойки. И есть же масса примеров, которые на контрасте заметны с тем, что неноминальная оценка делала людей счастливыми или успешными. Это как раз про то, что очень часто, как пример бросается, вот Стив Джобс, он так и не получил, как его ровесники, вовремя образования. Вот он был отчислен. А что вышло-то в итоге? Вопрос ведь не только в факторе «хочу, чтобы было как у Джобса» или «как у кого-то из тех людей, на кого я ориентируюсь». Ведь у всех у нас есть так или иначе одноклассники, которые по-разному учились. Вот если посмотреть, всегда ли будет школьная успеваемость на тот момент соответствовать текущей картине жизни, которая есть у наших бывших одноклассников. Ведь вопрос в том, что есть некоторая легенда, которая продаётся в школе. Достаточно быть отличником, чтобы получить счастье. И это оказывается не совсем так. Иногда оказывается вообще не так. И можно стать заложником своего ощущения, что я прекрасно со всем справляюсь. И не понимать, как можно наслаждаться просто жизнью. Ведь жизнь оказалась гораздо сложнее, чем нам говорили в школе. Вот будешь плохо учиться, пойдёшь в дворники. Тут тоже ведь происходит такая некоторая стигматизация того, что быть дворником, прям всё. Это такой прям вот донный уровень существования. Вот прям вот, чтобы тебя ещё все другие проходили, здесь ты дели, смотри, как мы занимались на 4 и 5 лет. Посмотри, кем стали инженерами, врачами. А ты дворник. Это ещё оттуда синдром отличника, которым многие болеют. Да, но это были доски почёта, а некоторые учителя ещё и доски позоры устраивают. Это как бы... Смотрите, вот у нас на этой неделе были отличниками вот эти, вот эти вот. А вот эти ребята не смогли себя нехорошо вести, нехорошо учиться. Контрольные вот плохо пишут. Те самые ярлыки, которые навешивают в школе, называя кого-то там двоечник, троечник и всё в этом роде. Потому что это не отражает сути, чему мы хотим, чтобы ребёнок научился. Мы хотим, чтобы ребёнок писал красиво или писал правильно. А правильно что именно? Это чтобы ребёнок научился думать или написал то, как от него требуется. Чтобы он провёл анализ Тургенева отца и дети, как мы этого хотим или как вообще ребёнок мог бы на это посмотреть. Потому что, когда требуется выполнить работу творческую, это требует некоторого времени. И, возможно, до того, как появится личная картина ребёнка, которую он красиво оформит, будет как-то не очень аккуратно представлена, не очень ловко изложена. Но вопрос в том, что мы хотим развить. Потому что если ребёнок будет выбирать, что сделать, списать сочинение с какой-нибудь базы данных и получить за это номинальную пятёрку, и не иметь проблем, никто не будет кататься по ушам и читать мораль. Все отстанут. Или попытаться что-то своё отразить. Но, возможно, это будет не очень хорошо. Короче, не высовываться. Не высовываться, да. Ну, мне кажется, тут немаловажный вопрос. Сейчас, наверное, родители школьников, особенно тех, кто учится в обычных, не в частных школах, а в государственных, они слушают нас и думают, ну, как бы, чего вы тут обсуждаете? Оценки всё равно будут. Учителя будут за них всё равно прессовать. И что тогда нам, как родителям, делать? Нам нужны критерии, по которым можем разделить детей, которые лучше справились с тестами или хуже. Но очень важно отметить, что в этом нет никакого личного отношения, что ребёнок хуже или лучше, потому что справился с этим заданием лучше или хуже. Потому что мы не будем больше или меньше любить, если ребёнок с тестом не справился. Это нормально провалить тестирование. Ну, по большому счёту, тут нет конца света. Это факт, да. Но потом оказывается, что нужно и репетиторов нанимать, и ЕГЭ не сдали, и сидеть вечером с руками. Да, но это как раз очень высокая ставка на всё это ставится, потому что будущее, оно должно быть... Когда меня спросят коллеги, я должен, должна ответить, что «А мы поступили, а наш сын, а наша дочь в топ-3 вузов страны, да, мы такие молодцы, мы клёвые, мы воспитали, мы сдали». Или ребёнок там воспитался, сдал, отучился. Потому что жизнь в девятом и одиннадцатом классе превращается в сущий ад, на мой взгляд. И очень высокорейтинговые школы превращаются тоже в филиал ада, потому что в них есть особые по сложности квесты, как соответствовать требованиям школы, которые спрашивают не всегда только на знания, а ещё на то, чтобы получить какие-то рейтинговые привилегии, показать, что наша школа лучшая. Тогда подход надо в целом в корне менять, чтобы не рекламировать школу именно так, что наши дети все стобальники, а что у нас дети просто учатся хорошо. Тут надо говорить, что если у нас они все стобальные, но какой ценой это даётся? Это как фирмы, которые производят какие-то технические новинки, но не говорят о том, как разработка этой технической новинки повлияла на экологию. Мне кажется, это, кстати, следующий шаг. Как сейчас люди перестают покупать меха и, не знаю, одежду, в производстве которой участвовали дети в Африке или ради которой завод сбросил какое-то количество загрязняющих веществ в какую-нибудь реку, мне кажется, что рано или поздно мы и к этому придём. Но я, простите, вернусь опять к своему. Да, конечно. И что делать родителям? Да, что же делать родителям прямо сейчас, до того, как все эти прекрасные изменения в жизни нашего общества произошли? Ну, петь валерьянку, понятно. Да, как говорили мы в одном из эпизодов, поймать дзен. Нет, поймать дзен, но если мы говорим про родителей, то чтобы они могли поговорить с детьми о том, что есть разница между тем, какая оценка получена в школе и тем, что на самом деле важно для этой семьи, для этих родителей, для этого ребёнка. Просто вопрос в том, чего хотят родители. Некоторые родители тоже хотели бы, чтобы у детей были эти стобальные результаты. Они готовы на это положить значительные деньги, добиться лучших репетиторов, готовы организовать логистику ребёнка так, что ребёнок сразу после школы с водителем едет к одному репетитору, к другому, потом ещё секции. Вопрос ведь здесь о другом. Какую цель мы ставим? Для чего мы это делаем? Что мы хотим получить в итоге? От этого можно уже отталкиваться такой результативной рекомендацией. Если мы хотим получить стобальные результаты, это одна история. Вопрос в том, не забыли ли мы о том, чего хочет сам ребёнок и как ему помочь разобраться в себе, а не только он учится сдавать тесты, не спать ночами, готовиться к репетиторам, готовиться к школе и в том числе, возможно, раньше узнать, что такое депрессивный эпизод или тревожное расстройство. Ну и в том числе, вот как есть и учебные заведения, в которых можно сказать, в них престижно попасть, как, например, высшая школа экономики. Но в то же время... Надо, знаете, параллельно с рейтингами школы ещё выкладывать рейтинги, сколько... Психического здоровья детей. Да, да. Потом сколько детей отправились на поддержку к психологам и, не дай бог, ещё и к психиатрам после окончания. Вот родителям бы я рекомендовал попробовать разделить для себя оценку учебную от того, как относиться к ребёнку. И, посмотрев на оценки, обсудить с ребёнком вообще, что ребёнок сам думает по поводу оценок, по поводу учёбы, по поводу того, для чего это делать. Одна история, если нужно получить какие-то номинальные оценки, чтобы приблизиться к желаемой цели. А другая история, если мы требуем, что ребёнок должен получить не менее чем четыре, а желательно все пять баллов, потому что так правильно, потому что вот мне не должно быть на работе стыдно, когда меня спрашивают, как учится мой ребёнок. Мой ребёнок учится хорошо, отлично, потому что мы все талантливые, умные. Какой кошмар. У нас не бывает тех, кто не хочет учиться. Ты ведь умный и талантливый. Посмотри, у тебя гены меня, мамы меня. И дедушки профессора. Так я правильно поняла, что если в школе ставят оценки для рейтинга, что вот оценка, как сама формальная оценка, она превыше всего, а у вас в семье другие ценности, вы их не разделяете, то лучше уйти из этой школы и просто искать какую-то другую. Или можно оставаться и просто поймать. Можно поймать дзен, но понять, для чего мы это делаем. Весь вопрос, для чего мы этим занимаемся и что мы хотим получить на выходе. А так, в принципе, оценка ведь, она тем и сложна, что мы к ней привыкли относиться к какому-то критерию качества. Что вот, если ребёнок приносит хорошие оценки, то всё хорошо. Но это не значит, что ребёнок себя чувствует хорошо. Весь вопрос в том, а что нам важнее, как ребёнок себя чувствует или какие оценки принёс. И вместо того, чтобы спросить, как дела у ребёнка, можно спросить, как ребёнок себя чувствует. Как оценки в школе. Как оценки в школе. Ну да, вопрос в том, что тогда мы можем не узнать, как ребёнку живётся. О чём ребёнок переживает? Что ребёнка волнует? Из-за чего расстраивается? Потому что мы всегда спрашиваем, какие оценки, если чем порадовать? Или опять двойка? Мне опять готовится... Чем порадуешь сегодня? Чем порадуешь сегодня? Пожалуй, если рассказать про то, что сегодня был такой промозглый осенний день. И во время прогулки я подумал, как было бы здорово, если бы мы могли переключать погоду, сказать, а оценки у тебя какие? Так, подожди, вот с этими переключателями погоды попозже. Оценки у тебя какие? Почему опоздал? У меня пришло уведомление, что ты позже в школу пришёл. Где ты был? Возможно, мы идею сотрудничества закопаем вот в этом диалоге сразу, и ребёнку будет не так интересно общаться, ожидая, что в любой момент может прилететь такой эмоциональный или физический подзатыльник, и так кажется, да где, нигде всё, да нормально у меня дела, всё хорошо. И вот это вот отношение, оно потом родительское к оценкам, оно передаётся к детям? Или не обязательно у них должно быть одинаковое? Оно не обязательно передаётся, но мы можем усвоить эти уроки, что нужно на эту операцию, потому что, ну как, вот хорошие оценки важны и нужны. Просто я по себе помню, что я всегда хотела получить 4-5, а если вдруг приносила двойку или тройку, мне мама говорила, ой, да что, ну подумаешь, двойка, тройка. Я говорила, ну как же, это же двойка и тройка. То есть у нас были противоположные отношения к оценкам. Я думаю, что дело в том, что мы ещё учились в той среде, в которой не дома, то в школе могли рассказать о том, что, ну, двойка – это плохо. Это некоторая такая метка о том, что ученик сорвался и не выдерживает стандарта. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. И поэтому, мне кажется, было бы здорово, если бы у оценки осталось бы только именно измерительное свойство, которое никак не измеряет личность или будущее благополучия, а лишь отражает текущий момент возможного знания или незнания той или иной темы. Потому что мы никогда не можем узнать, насколько ребёнок действительно хорошо компетентен в том или ином вопросе, потому что прям по-хорошему нужно было бы придумать очень независимый вариант оценки, который бы отражал бы все элементы. Шкалы, короче. Даже не только шкалы, это должны быть и грамотно поставленные вопросы, потому что если кто-то очень неумело задаёт вопросы, то отчасти уничтожает возможность ответить на эти вопросы. Спасибо большое. Это Григорий Мисюдин, клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт. Спасибо большое. А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.